Всем доброе утро! Наконец-то я дома. Бужу, дочь в детский сад. Не хочу вставать. Каждый день одно и то же. Если честно, я тоже никогда не хочу вставать. Я, наверное, неправильная мама, потому что я ужасно хочу спать. Хотя я вчера легла примерно пол первого ночи, и я не могу встать в 7 утра. Для меня это просто каторга. Я еле-еле встаю каждый день, и это жесть, конечно. Иногда даже раньше ложусь, и все равно я не могу встать. Сара, вставай! У Сары своя комната с кроватью, но она по ночам переходит часто к нам, потому что боится. Вставай! Котенок! Привет! Барсик тут у меня в моей женской комнате спит. Барсик, ты че? А ты че один? Кстати, Барсик с нами не спит вообще. Вообще, он даже у ног не спит. Он в кровати не хочет с нами лежать. Если я его беру, он сразу убегает, на меня ругается, и предпочитает один где-нибудь спать. Это, наверное, скотиш все такие, да? Подскажите, пожалуйста. Я не знаю, что с ним сделать, чтобы он со мной спал. А я так хочу с ним спать в обнимочку. Я, как обычно, помешана на вкусняшках здоровых, здоровой пищей. Зашла в аптеку, снова купила себе кусли вот с дикой клюквой, хлебцы черничные с клетчаткой. Да, дорогие, кстати, 500 тенге. Мне очень нравятся вот эти вот флаксы, льняные чипсы или крекеры. В общем, я сладкие обычно покупала. В этот раз вот с луком взяла себе. Вот. Еще я нашла гречку зеленую. Пишут, что она намного лучше обычной классической гречки, что даже можно ее проращивать. И из нее можно варить кашки. Вот я хочу попробовать. И еще мне очень нравятся вот эти хлебцы итальянские, с семенами подсолнечника, на оливковом масле и с морской солью. Сегодня я еду навстречу к Вике Моисеевой. Ковки the cat. Она прилетела в Алматы. И я очень рада этому событию. Я думаю, что Вика тоже рада здесь оказаться у нас, потому что у нас очень тепло. 30 градусов жары, в принципе, днем. А в Москве не так уж и жарко. Думаю, что Вика кайфует здесь. И у нее сегодня мастер-класс в Monomi. Мой маникюрчик меня радует каждый день. Я надела колечки на пальчики, браслетик, H&M. И перья, перья в волосах. Когда, кстати, я накручиваю волосы, перья намного эффектнее смотрятся, нежели на прямых волосах. Все, поехали. Я забыла Вику снять на видеокамеру. Во время проведения мастер-класса прекраснейшего. Я столько нового узнала, если честно. Я даже сегодня попыталась воплотить в действие твой макияж, который ты... Ну, я, правда, переборщила с хайлайтером, но... Да, я пришла, умылась домой. Красивая мастер-класса, Женя красотка. Вика тоже красотка. Спасибо. Как мне сказали, что в цвет коробочки моей первой, Сакура, так что... Все, логично. Но бог с ним с мастер-классом, потому что самое важное, это еда. Давай снимать корейскую макияжу, а не нас. Да, еда. Мы приехали в Кориан Хаус, и Вика очень-очень любит вот такое мясо жареное. Это мраморное или не мраморное, да? Да, видишь, она такая. Очень такое, должна быть вкусняшка, да. И нам принесли комплименты, вот как обычно, 6-8 салатов. Сейчас мы еще заказали много всего. В общем, мы обожремся. Сашими и суши. Приятного аппетита. Я решила поехать домой, потому что как бы и так час пробыла, 2 часа практически пробыла с Викой. Мы потом пошли пообедали, вот, нам подарили вот такие подарочки. Итак, пока я нахожусь дома, хочу попробовать маску для лица. Я ее еще не пробовала. Это корейская маска. Нужно смешать первый пакетик и второй пакетик. И даже вот есть специальная баночка пустая, в которой все это дело смешивается, а затем эта маска наносится вот такой лопаткой на лицо. Моделирующая маска для домашнего использования. Такие делают, по-моему, в салонах красоты. Увлажняющие, этамилизированные. В пакетике номер 1 находилась вот такая жидкость, гелеобразная, похожая на коллаген. А в пакетике номер 2 порошочек, бело-голубой. Вот, сейчас я все это дело перемешаю лопаткой. Эта маска сейчас по текстуре слишком гелеобразная, и я сомневаюсь в том, что я смогу ее снять вот прям пленочкой через 20 минут. Хотя посмотрим. Я напоминаю себе человека из воска, который постепенно плавится. Ну вот и все, 20 минут прошло. И вы знаете, на самом деле эта маска подсохла. Снимется сейчас пленка, и похоже очень на альгинатную маску, которую делают в салонах. Вот я сейчас хочу попробовать снять. Ну вот. Или не прошло 20 минут? Короче, вот такими кусочками она снимается. О! Ужасно, но зато эффективно. Мне очень понравился результат от маски. Чувствуется холодок легкий, приятный по всему лицу, по шее. Чувствуется увлажнение. И у меня прям кожа другая немножко стала. Она подтянулась, засияла. Корейские маски, конечно, творят чудеса. Сегодня мне доставили волшебную коробочку от Ruben Decay. И когда я ее получила, раскрыла, ко мне в голову пришла идея сделать для вас конкурс. О конкурсе вы узнаете немножко попозже. Сейчас я хочу показать вам содержимое коробки. Ruben Decay дарит сразу три сертификата на различные полноценные ходовые процедуры. Вы просто должны успеть на сайте urbandecay.ru приобрести набор с одной из легендарных палеток Naked. Сейчас я лично от себя хочу провести конкурс для вас. Так как у меня есть точно такая же палетка от Urban Decay Smoky. Это моя любимая палетка. Она очень красивая. Я хочу одной из вас подарить новую палеточку. И условия будут очень простые для вас. Первое, что вы должны быть моим подписчиком. Просто оставьте комментарий под этим видео. Любой комментарий. Я случайным образом через две недели выберу победителя. Просто случайным образом. Я бы хотела, конечно, устроить творческий конкурс, чтобы вы что-нибудь написали прикольненькое, красивенькое. Но мне потом очень сложно выбирать. Очень сложно выбирать. Потому что многие пишут потрясающие вещи. И я не могу. Моё сердце разрывается. Конкурс по всему миру. Ребята, мне очень часто пишут письма о том, чтобы я отдала бэушную косметику, ненужную косметику, поюзанную косметику кому-либо. Это могут быть начинающие визажисты, у которых недостаточно средств. Это могут быть малообеспеченные девушки, девочки, женщины, у которых недостаточно средств на то, чтобы купить такую же косметику. Во-первых, я хочу сказать о том, что мне есть кому отдавать косметику. Если вы думаете, что я её выкидываю, я её не выкидываю. Всегда-всегда всю свою косметику я кому-либо отдаю. В приоритете, конечно же, у меня мужа-мама. Так как она находится со мной в одном городе, мне легче отдать кое-какую косметику ей. Вот затем у меня в приоритете, конечно же, моя мама. Правда, мы редко видимся. И поэтому уже я отдаю, и когда мы встречаемся в Японии. И ещё в приоритете у меня две сестры, которые живут в Украине. Им я отдаю очень много косметики, когда прилетаю в Украину. Плюс ещё у меня есть подруги в Алматы, которым я раздаю косметику, которые тоже не могут себе позволить косметику. Например, мои сёстры в Украине не могут позволить себе косметику дорогостоящую. Я в августе полечу в Украину. У меня у сестры свадьба. Это только часть того, что я хочу привезти им. Потому что я ещё не всё собрала. Но это так, знаете, начала я потихонечку кидать в этот пакет, собирать. Это новая расчёска, кстати. Я просто её распечатала, Tangle Teaser. Плохо она мне расчёсывает, эта расчёска. Застревают зубчики в моих волосах. Но это новая, абсолютно новая расчёска Tangle Teaser. Затем я отдаю вот сейчас новую тушь от Lancôme Grandiose. Отдаю новый бальзам для губ Purple Tree. Это британский бренд. У меня просто их очень много, этих бальзамов. Я вот два решила отдать сёстрам в Украине. Может быть, мама заберёт. Посмотрим с Папайей и с Гранатом. У меня ещё остались другие, которыми я пользуюсь. Затем отдаю палетку хайлайтеров от Urban Decay. Отдаю отдельно хайлайтер от Urban Decay Naked. Отдаю им два шейкера. Может быть, там и больше у меня от Lancôme. Juicy Shaker. Отдаю парфюм Carolina Herrera. Отдаю Urban Decay Primer новый. Новый. Отдаю парфюм новый тоже от Lancôme Tresor. Отдаю новенький парфюмчик от Givenchy. Там у меня ещё раз повторяю, мама, тётя, две сестры. Отдаю парфюмчик от Nuxe новенький. От Dior. Жидкие тени типа тинта. Все эти продукты классные. Я бы им тоже пользовалась, но в приоритете, я говорю, у меня сёстры. Я по этим с удовольствием им отвожу это всё. Mademoiselle парфюмчик новый. Новая версия. Ещё один шейкер обнаружила. Парфюм от Mugler. Mugler, по-моему, Angel. В общем, парфюмов я много везу. Они у меня любители, особенно мама. Тени, я думаю, эта палетка достанется Юле, потому что здесь все оттенки Naked Basics. И один, и два. В общем, крутая палетка. Отдаю ещё один 212 VIP парфюмчик. Отдаю Givenchy новый парфюм тоже. Ох, столько парфюмов, оказывается, отдаю. Отдаю новую помаду. Очень крутой оттенок Absolute Rouge от Lancome. Праймер от Urban Decay на всё лицо. Смотрите, там ещё у меня осталось много-много помад от Urban Decay. А также Yves Saint Laurent. Тинт на веки. И вот решила отдать помаду тоже новую от Yves Saint Laurent. Ну, блеск. Потому что оранжевый цвет мне не очень подходит. Новая абсолютно помада от Givenchy. Офигенные. Вот ещё 2 помады от Givenchy. От Divas помада. От NYX помада. Ещё одна от Lancome. В общем, я думаю, сёстры у меня будут в восторге. Вот. И мама моя очень обрадуется. Потому что, как бы, в Японии она старается особо не тратиться на такие вещи. Потому что дети, расходов много. В общем, у меня есть кому отдавать косметику. Так что, девочки, если вы думаете, что у меня кому её отдавать, я извиняюсь, но у меня есть кому отдавать. Честное слово. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok